Всем привет! Меня зовут Владимир Косенко, ведущий преподаватель школы Сомелье Вайнстейт. Собственно говоря, сегодня настало время рассказать про пряные ароматы, которые мы можем встретить в вине. На самом деле все очень просто. Нам нужно из нашего турецкого базара, из раздела овощей и фруктов, перейти в раздел пряностей. Они иногда очень рядом находятся, ну и, собственно говоря, секрет тот же самый. Мы берем саму пряность, подносим к носу, воспринимаем аромат. Здесь есть один нюанс. Пряности почти все очень яркие, очень интенсивные в аромате. Химические вещества, которые как раз и формируют ароматику, они очень интенсивные и даже агрессивные. Потому что та же самая гвоздика, которая ощутимо сладковатая в аромате, она при этом еще и острая. И где-то в определенной концентрации может что-то вроде эффекта контузии для наших носовых рецепторов создать. Поэтому очень аккуратно, издалека и, ну, как-то прислушиваемся к себе. А во всем остальном методика та же самая. Берем пряность к носу, берем бокал, сравниваем. Поймали ощущения схожие, зафиксировали. Считайте, что вы попали 100 из 100. Не поймали, пробуем до тех пор, пока не начнутся попадания. Собственно говоря, да. И еще один вариант. Все-таки пряности сами по себе очень резкие. Я использую эфирное масло. Дольше, надольше хватает. И концентрация не такая сильная. Поэтому, ну, собственно говоря, когда подносишь к носу, не возникает никаких болезненных ощущений. Более того, там через несколько секунд нос готов воспринимать другие ароматы. В остальном механика очень простая. Мы берем пряность, мы берем бокал с вином. Ну, здесь у нас черный перец. А здесь у меня каберне-савиньон, и здесь нет черного перца. Поэтому совпадений не возникло. Поэтому нужно менять либо пряность, либо вино искать дальше. Ну, и, собственно говоря, готовя дома мясо, я не знаю, овощи, карри, и работая с набором специй, не лениться, не забывать подносить это к носу. Вот здесь гвоздика. А вино было выдержано в дубовой бочке. Легкий гвоздичный оттенок здесь тоже есть. Поэтому совпадения придут.